здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор а вы мне дали эту наколку это эту идею разобрать видео в данном случае видео раскаяние блогера сергея косенко он бросил своего двухмесячного ребенка в сугроб после бани или как там произошло ну в общем эти кадры он снял на видео выложил у себя в социальных сетях что вызвало бурю возмущения со стороны его подписчиков после этого он это видео удалил и сейчас у него на канале видео с извинениями но я посчитала интересным нам с вами раз разобрать именно это извинение потому что многие из вас я думаю что каждый из вас наверняка сталкивался с такой ситуации когда перед вами человек который провинился извиняется а вы чувствуете что что-то не так естественно вы не просто чувствуете это все вы считываете по сигналам тела но вы не можете допустим ну понять что не так вы прощаете человека а этот человек после того как тучи над ним расходятся начинает вести себя точно так же так вот по каким сигналом тело видно что человек на самом деле не раскаялся и какие у него скрытые мотивы вот это сейчас вот прям на этом видео мы с вами разберем поэтому давайте будем внимательно наблюдать и сразу что я должна отметить вот по лицу которая вот сейчас перед самым началом разбора мы видим что на лице очень четко эмоция печали и страха по каким признакам это видно печаль это когда брови сводятся вот вот здесь вот поднимается внутренняя часть бровей приподнимается но здесь не только это но еще и сами брови идут вверх а сами брови идут вверх когда мы испытываем испуг или удивление а ну скорее удивление или испуг но тем не менее в данном случае мы видим что здесь испуг плюс печаль перед нами человек который показывает нам эти эмоции и в общем то это не удивительно он действительно очень сильно испуган потому что там уже просто завертелась такая ситуация что мама не горюй но давайте все-таки пронаблюдаем за за его сигналами тела да и затем как он говорит что он говорит я сделала целых пять выводов потому что я услышала и что я увидела поэтому давайте сделаем эти выводы вместе с вами так всем привет друзья хочу дать комментарий сначала ну вот я сказала что печаль да мы видели и он немножко склонил голову на бок для того чтобы но это такой жест полюбуйтесь на меня да и он как бы демонстрирует свою подавленность да он очень подавлен действительно и здесь мы это видим и знаете вот здесь вот не покупайтесь что называется вот на эту эмоцию печали испуга да и вот это вот склонение головы ну это это все перекрываются другие другими же жестами и сигналами тела которые мы сейчас увидим к ситуации которые произошла вот вы обратили внимание что он повел челюстью в сторону вот это как раз и есть сигнал того что он скрывает агрессию именно негативные эмоции потому что челюсть олицетворяет движение вперед драку и сейчас невзирая на то что перед нами человек который показывает нам подавленность печаль и прочие эмоции ну действительно человека который находится в негатив скажем в подавленном эмоциональном состоянии да но при всем при этом у него присутствует эмоция негативная которую он не хочет показывать и он ее тщательно скрывает но она тоже ну знаете что шила в мешке не утаишь так вот эта эмоция не может скрываться очень долго и она проскальзывает через вот это движение челюсти в сторону то есть как только тучи над ним разойдутся он тут же начнет вести себя точно так же то есть ему сейчас очень претит ему неприятно сейчас извиняться но тем не менее он надевает на себя эту нужную маску тем не менее он проникновенно нам говорит какие-то вещи но эмоция агрессивная все равно присутствует и вот поэтому сразу видно что перед нами человек по настоящему не раскаивается облизал не последним которые проживают что я для себя понял вот здесь эмоции пошли получше вот когда он говорит о себе именно вот эмоции переживает он действительно сейчас переживает сложные моменты и здесь даже спорить с этим не не стоит и он это говорит честно он действительно очень тяжело это переживает но идем дальше видите облизал губы и презрение такая небольшая микроулыбочка а презрение она как раз вот и выражается когда либо односторонние либо двухсторонние растягивание уголков рта а вот это как раз и есть презрение то есть опять опять видите челюсть опять ушла в сторону то есть он выдавливает из себя эти извинения ему сейчас нужно их сказать и это понятно это я прекрасно тоже понимаю что сейчас ему необходимо как-то реабилитироваться давно блогер ну вот это вызывает в нем гордость когда он говорит про то что он давно блогер челюсть пошла вверх поджимает подбородок скрываемая информация но здесь не агрессия агрессия это когда челюсть идет в сторону либо челюсть немножко отвисает и ну как бы болтается тем самым человек говорит я на низком старте вот вот если у меня появится возможность ну дать отпор до или удар какой-то нанести я тут же этим воспользуюсь но как бы поджимание подбородка это про другую историю это про то что человек скрывает просто информацию не агрессию а именно просто информация я снимаю много видео туда мы следит знает что эти видео разных жанрах в том числе очень экстремальные видео которые многие люди на камеру без камеры никогда бы не сделал это вот в данном случае речь из него течет рекой что называется и он этим гордится это его фишка действительно я не следила за его творчеством но я думаю что он знает о чем говорит потому что он это говорит легко я недавно становится а вот это кстати у меня к вам вопрос что не так почему он качает головой нет и удивляется насчет этого я не понимаю почему вот такая реакция на то что он стал отцом там у него сомнения в том что он стал отцом или информационные какие-то поводы есть для того чтобы ему вот так вот реагировать я не понимаю вот я не в курсе вообще ситуации напишите мне пожалуйста в комментарии почему здесь идет сигнал нет я вот этого не могу понять это для меня невероятное счастье я очень давно хотел стать вот и смотрите я хотел стать но не сказал я хотел стать отцом понимаете когда человек на самом деле очень хотел стать отцом ему приятно называть себя этим словом но смотрите вместо того чтобы он хоть его еще раз произнес это слово он его избежал почему так происходит почему такая реакция и почему он говорит об этом с такой печалью и замирает я понимаю что сейчас этот инфоповод который вокруг него да вот этот скандал который разразился возможно что вызывает в нем какую-то подавленность но тем не менее все-таки о своих детях мы говорим с большим воодушевлением потому что это продолжение нас и я не знаю ни одного родителя который вот так вот подавленно будет говорить о своем ребенке хотя в принципе в данном случае ну вот на фоне этого всего скандала я допускаю что он может сжиматься да потому что он боится произносить вообще затрагивать эту тему возможно но все-таки слишком много сигналов того что он либо сомневается в своем отцовстве либо как то есть какие-то поводы для того чтобы ему сейчас соскочить что ли или что я не понимаю вот как-то как-то очень странно для меня когда человек вот именно так говорит люблю люблю сашу и все делают очень мало эмоций когда он рассказывает о том как он любит своего сына и я так понимаю что саша это его жена да вот что-то там не так по него вот объясните мне пожалуйста в комментариях потому что я совсем не в теме для того чтобы наши семьи все было отлично и смотрите он проговорил это и как будто но все я сказал что надо да вот вот все отстаньте от меня как будто ну вот передохнуть час но это для меня в первый раз то есть отцовство в первый раз я никогда не был отцом я никогда мне не был ребенка но прекрасный аргумент вообще вот это вызывает во мне бурю негодование честно говоря это что знать если ты в первый раз отец то ничего страшного это этого не жалко новых на рожаем или что вот я не пойму вот в контексте шутки может быть это и как-то могло бы восприниматься но сейчас это усиливает конечно негативные реакции меня как матери честно говоря ну это это очень странно очень да дальше и видео которое я снял я естественно сейчас он старается акцентировать внимание вот кстати отслеживайте когда человек на самом деле ему интересно говорить да и он добавляет жесты а когда он старается акцентировать внимание здесь получается что руки идут жестикулировать в качестве поддержки да а эмоций не хватает вот в данном случае он пытается обратить наше внимание на какую-то информацию но сам он в этой информации не совсем варится никогда не стал бы подвергать опасности здоровья жизнь близких мне людей тем более своего сына никогда в жизни и даже использование образа ребенка куклы куклы он сказал в два раза тише и почему он это сделал потому что тело не любит врать вообще наше тело всегда сопротивляется вранью и в данном случае я со всей уверенностью могу сказать что про куклу это было просто информация которую он сочинил по ходу и сейчас он пытается как-то вот ее продвигать на самом деле кукла это придуманный персонаж которым он сейчас пользуется ну вот потому что если бы там действительно была кукла а то он бы весь акцент своей защиты ставил бы на этом ну по крайней мере большую часть и на кукле он бы так не сжимался понимаете голосовые пики и голосовые вот когда человек тише говорит ему очень сложно произносить это значит что телу не нравится тел тело вообще не любит врать и по зажимам мы можем определить где человек говорит правду и где он врет когда он врет он зажимается автоматически он может быть хорошим коммуникатором и у него хорошо натренированы жесты в данном случае мы это сейчас увидели когда он стал жестикулировать и как будто бы ну вот в этом моменте ну как будто бы он эмоционально включился да но эмоционально он не включился он просто проговаривает какую-то информацию а на слове куклы вообще сдулся то есть вот это самое большое вранье которое он пытается скрыть вообще человек когда врет он пытается это свое вранье спрятать и говорить потише меньше туда акцентов потому что если во вранье начинаешь копаться то человеку приходится находить новые аргументы но опять сочинять что-то и он старается увести от факта лжи это всегда происходит поэтому вот по этим даже смысловым сигналом можно понять что по поводу куклы это сплошное вранье я сейчас считаю что это плохая идея потому что семена здесь вот это то что он нет в принципе она ну скажем это не эмблематическая оговорка потому что в общем то он мог подумать что не надо было этого делать да и в то же время сказал просто утвердительную вещь здесь вот да нет она иногда варьируется да вот что касается отцовства там вот прям было четко вот это нет было совершенно неуместно и дальше пошли еще некоторые сигналы которые меня насторожили а в данном случае вот это нет и да она ну как бы вот в допусках и ценности тоже важно отношения отца ребенка нашими 7 видите он с трудом выдавливает из себя слова но при этом продолжает жестикулировать а часто кстати жестикуляция она происходит когда нечего сказать когда человеку надо продолжать давить ну информационно эмоционально да а не хватает информации тогда он переходит на жесты вот когда не хватает вот информационной составляющей человек заменяет ее жестикуляции поэтому вот здесь вот уже от беспомощности информационной жесты продолжаются это очень важно и даже эмоции относительно этого такие негативные эмоции я понимаю почему они рождают столько столько агрессии вот здесь вот пошли уже настоящие эмоции и действительно ему это не нравится и он это нам показывает люди видите поджимает губы и односторонняя улыбка поэтому я хочу извиниться перед теми ну то есть извиниться это так чисто вот для галочки опять смотрите извиниться но при этом наклон головы к плечу жест не знаю кивок нет тоже и извиниться но чисто потому что вы хотите чтоб я извинился и презрение то есть вот это извинение совершенно не извинение он просто понял какой снежный ком на него летит и поэтому он сейчас пытается от него увернуться не более того он ну он действительно это все сделал обдуманно насколько я понимаю он там еще и обучает вот этим создавать инфоповоды до скандальные видео создавать но кстати я в конце еще немножко в астрологию прошу прощения я внедрилась и там я объясню почему это именно сейчас произошло там прям четко видно по аспектам кто прожил это увидел это увидел это как какой-то возможно там выдумали пример конечно же нет конечно видите пример и опять улыбка пошла это презрение же я не хочу чтобы то есть он при этом еще и на самом деле что он чувствует в отношении тех кто стал возмущаться он чувствует что ну вы просто не не доросли до того чтобы понимать то что я задумал вы просто еще вы нас ну то есть он показывает что он уровнем выше он видит больше да на это просто вы не видите того что вижу я поэтому вот такая у вас реакция но сейчас я вынужден перед вами извиниться потому что вас очень много и вы создали для меня какие-то проблемы которые я должен сейчас разруливать понимаете вот что говорит его сейчас презрение а вовсе не настоящее раскаяние другие люди повторяют сейчас я к этому совершенно по-другому отношусь естественно я никогда не буду снимать похоже видео но и здесь опять вопросительная интонация конечно же как только тучи разойдутся он будет снимать видео такие же скандальные но возможно что без участия своего сына но как бы он на этом скажем он процветает насколько я понимаю и там ладно дальше все расскажу и надеюсь что вы меня поймете многие знают меня моим подкастом по моим видео но здесь уже пошли эмоции и действительно я думаю что он вполне успешный блогер потому что он чувствует что он действительно много чего сделал много информации дал и сейчас он что называется сел на своего коня и здесь он как рыба в воде да поэтому о том как я здесь я ему верю нашу жизнь и как я всегда стараюсь позитивно влиять на мир сеть добро радость любовь счастье и иногда к сожалению силу просто неопытности да это еще раз это для меня впервые отсутствует впервые а вот блогерство очень долго как-то я вот не смог это у себя в голове сопоставить это было ошибку просто потому что это первый раз вот я надеюсь вы меня поймете и поймете почему я снял такое видео я его естественно как только я понял когда я увидел это другими глазами с точки зрения семейных ценностей ценностей отношения отца и ребенка я естественно это удалил потому что не хочу чтобы это видео распространялся что касается того что причины удаления этого видео я допускаю что там причина в том что он запустил информацию о том что это был не ребенок а кукла брошена в этот сугроб и сейчас чем меньше этих доказательств осталось он надеется что не осталось следов и мы не докопаемся до истины потому что есть много специалистов в интернете которые бы вполне могли сделать эту экспертизу и все бы прекрасно поняли что по поводу куклы там сплошное вранье ну в принципе по кукле понятно а значит и подводя итоги я вам обещала 5 выводов которые я сделала для себя первое это совершенно не раскаяние а досада агрессия и прочее а по поводу куклы здесь у нас конечно же это вранье это второй момент который я поняла а третий момент почему он убрал это видео потому что это ответственность ну а кукла как мы понимаем это вранье опять до четвертый момент который я прошу вас мне объяснить почему он так замялся на слове отец ну и вообще вот по теме отцовства почему он так мнется там тоже что-то скрыто я не знаю что ну как бы вот здесь вот ну я считаю что надо копать и ну в пятый вывод это вообще просто аргумент блестящий неужели нельзя было других аргументов придумать чем вот такой что он впервые отец и это это что ну вывод напрашивается но ничего этого этого в сугроб закинем следующего родим потом потом не будем ничего такого делать да ну значит нельзя детей в сугроб кидать ну вот что-то такое вообще странное он исполнил в очередной раз что вызывает больше вопросов нежели ответа да теперь по поводу невербалики на этом я буду закругляться но по поводу астрологии те кто интересуется этой темой я тоже естественно заинтересовалась что же это было опять на смотрите я здесь как вы видите нет домов потому что я не знаю его времени рождения и поэтому мы будем смотреть по космограмме но даже по космограмме видно видны аспекты планет и в данном случае меня интересовали ну вот именно трансурановые планеты это плутон уран и нептун вот когда они встают в аспект или как-то соединяются с планетами натальной карты ну или космограммы человека вот в эти периоды у людей происходят какие-то события и в данном случае события просто вот знаете когда я увидела этот аспект я решила что вам надо это обязательно показать потому что плутон который сейчас находится в двадцать девятом градусе козерога стал в оппозицию к лилит нашего героя и мало того и в квадрат в юпитеру нашего героя вообще конечно когда плутон стоит как-то как аспектирует лилит это просто знаете происходят очень страшные или чудовищные события в жизни человека и я свое соединение плутона с лилит не забуду никогда у меня жизнь разделилась на до и после но что касается в данном случае вот посмотрите у него лилит находится в нулевом но в ночь и в самом начале льва а самом конце льва у него находится солнце с венерой они в соединении они в двадцать девятом тоже градусе вообще 29 градус это градус скрытого кардинала это человек который как бы вот он знает все подводные течения и благодаря этому я думаю что он смог стать успешным блогером потому что он свое эго и свои желания умеет так красиво преподнести что никто не догадывается что нас ну то есть это это и интересно он всегда оказывается что называется на гребне волны вот это человек очень успешный да вот и мы с вами это все прекрасно наблюдали за ним и все бы хорошо если бы не этот плутон который тоже в двадцать девятом градусе понимаете вот на каждую крученую задницу извините за французский но всегда находится что-то да ну дополните сами да а вот здесь вот как раз цену по другому не назовешь вот я я не знаю это это прям мистическое совпадение получается что этот плутон встал в оппозицию к лилит лилит это соблазны и когда плутон приходит и спрашивается лилит происходят вообще ну чудовищные события и в данном случае вот это событие его можно назвать чудовищным потому что она ну явно разрушит ему все а вот вот обычно плутон он разрушитель он приходит и забирает то где человек взорвался вот в данном случае он взорвался действительно по солнцу и по венере он там предлагает вот я посмотрела у него на страничке он предлагает всем остальным создавать вот эти вирусные видео и в общем то он создал вирусное видео да по всем законам жанра и как бы он ну такой вот он самый умный вообще 29 градус это как раз и есть самый умный но такой грамотно уходящий когда надо дальше значит всегда на коне и смотрите как интересно а плутон из козерога то есть дисциплина бьет по лилит которая во льве это слава это желание славы любой ценой а лилит это еще и проблемы которые человек ну вот получается исчерпал себя по предыдущим воплощением и здесь у него нехватка энергии он всеми способами эту энергию пытается ухватить вот эти провокационные видео которым он и обучает тоже это как раз и есть проявление той самой лилит да и вот получается сколько веревочки не виться вот он конец пришел да это что касается вот этого этой оппозиции но почему сейчас так получилось что это вот прям ударила по нему да потому что плутон мало того что встал в оппозицию с эти с этой лилит он еще и встал в квадрат к юпитеру а это как раз и говорит о том что социум здесь уже не принимает социум с ним теперь уже поссорился и вот это уже прям конкретная ну конкретный замес извиняюсь за французский но вот тут просто по этим аспектам я понимаю что это очень и очень серьезно а дальше кроме этого еще и по его плутону встала в оппозицию белая луна белая луна это как раз вот высшие силы которые оберегали его до этого да и вот они прям вот получается вот белая луна пришла и она встала в оппозицию кого плутону то есть здесь еще и еще мало того вот этот квадрат это квадрат фортун вот просто знаете сошлись все звезды да что называется вот человек действительно жил по этим вот аспектам да когда у него у него великолепно вот это соединение солнца с венерой и дает ему такую харизму такое вот умение быть всегда на коне на волне быть таким вот просто подвижным классным еще харизматичным да и плюс еще вот это венера лилит она соблазняет она искушает ну то есть вот здесь вот все в человеке есть да но он слишком этим злоупотреблял и сейчас плутон пришел для того чтобы его дисциплинировать забрать то что он брал можно сказать не совсем правильно теперь когда это закончится вообще у него по транзитом я посмотрела получается вот этот квадрат значит когда он действовал вы кстати я не знаю событий на когда у него что происходило но вы мне в комментариях напишите тут вот касание по юпитеру бы было ну вот это вот квадрат по юпитеру начался в феврале августе 23 с февраля до августа 23 он был а потом с 13 декабря до 10 февраля 24 сейчас будет да вот сейчас идет вот этот квадрат и дальше еще одно касание будет с августа до декабря 24 а дальше вот эта оппозиция у нас началась с марта до июля 23 это первое касание потом с 6 января до 13 марта 24 вот сейчас прям идет вот эта оппозиция а и значит а там четыре касания значит июнь 24 январь 25 будет еще вот эта оппозиция и еще раз будет эта оппозиция с сентября до ноября 25 конкретно закончится эта ситуация с сентября до ноября 25 года но я не знаю с каким счетом что называется человек выйдет из этого потому что но тут очень все серьезно очень серьезно сразу два вот этих серьезных аспекта плюс еще ну вот вот в данный момент и по плутону и по фортуне ну то есть вообще все как бы очень сложно и при этом смотрите венера встала на сатурн понимаете вот как-то какие-то позитивные моменты все-таки есть и вот марс встал на нептун то есть вот есть вот какие-то но не ну марс на нептун не очень позитивно out венера она как раз она с любовью симпатии можно сказать что-то хорошее в этой ситуации есть я думаю но и в общем то никогда не бывает все плохо бывает много плохо и хоть что-то хорошее да да поэтому напишите мне в комментариях кто в теме вообще более развернуто что это за ситуация да ну я знаю примерно что за ситуация а вот там по датам вот те которые даты я назвала что у него было в жизни что происходило и меня очень интересует вопрос с отцовством я не знаю почему он так реагирует это это очень странно ну вот как-то для меня это вопрос вопрос остался открытым поэтому расскажите мне что там не так и ну в общем я открыта к вашим комментариям прокомментируйте пожалуйста да в общем на этом буду закругляться с этим разбором поставьте лайк этому видео или дизлайк поделитесь с кем считаете нужным я дано до новых встреч пока пока люблю вас всех очень сильно